Это ЕТВ, телевидение мнений. Меня зовут Владислав Горин. Добрый вечер, меня зовут Денис Каменщиков. Это программа «Сумма мнений». Мы в прямом эфире. Сегодня говорим про небольшие гостиницы и хостелы. Вот если как и можно считать Екатеринбург столицей, то вот только по ценам. А остановиться на ночлег здесь примерно так же дорого, как в Москве и Петербурге. А иногда и дороже. Да. А сколько стоить будут номера, если сюда вдруг приедет много туристов, например, на чемпионат или выставку экспо? Ну, не знаю. Пожалуй, только бабка-квартиросъемщица знает. Выход небольшие гостиницы и хостелы. В этом сезоне Екатеринбург как раз бум этих самых хостелов и переживает. Где будут жить туристы? Как выглядит недорогая туристическая ночлежка? Каким образом устроен гостиничный микробизнес? И что делать, если ваш сосед по площадке устроил прибежище для иностранных и отечественных приезжих людей? Давайте будем разбираться с нашими гостями. У нас Дарья Гофман в гостях владелица хостела, который откроется. Добрый вечер, Дарья. Здравствуйте. Андрей Старовойтов, заместитель директора большого отеля, большого по сравнению с хостелом. Здравствуйте. И Вадим Стройкин, владелец туристического агентства. Здравствуйте. И человек, который в хостелах жил и даже жил в хостеле в Чили. Добрый вечер. Вот такой у нас... У нас тут дружеская атмосфера. Располагайтесь как в хостеле. И давайте начнем. Дарья, а сколько стоит открыть хостел? Вот про деньги расскажите. Про деньги рассказать. Ну, если открыть статью в интернете, как открыть хостел, это скажет миллион, возьми миллион и сделай дело. Берешь миллион, начинаешь делать, понимаешь, где бы взять еще миллион. Может быть, еще один. А может быть, открыть второй хостел, но это еще. Ну, в общем-то, миллиона, конечно, не хватит. Нужно понимать, что это, ну, к двум-то приближается точная сумма. Два миллиона. Ну, не два, но... Ну, да, пускай будет два. Два миллиона. Вы хотите открыться в августе, и вот в ваши два миллиона входят еще бюджетные деньги. Как удалось на хостел получить деньги из бюджета, из казны? Ну, это не совсем казна. Это кредитование молодого предпринимательства. Вот. Пишешь красивый большой бизнес-план, грустными глазками заглядываешь, говоришь, я такой молодец, я все могу. Вот, тебе дают бизнес-составника, который тебя контролирует. И, ну, соответственно, ты должен вернуть эту сумму, но тебе дают под маленький процент, потому что ты такой молодец, ты натренировал глазки, ты написал большой план. Последний вопрос про деньги. Когда планируете вернуть средства? Деньги даются на два года. Но прибыль вы начнете получать уже? Ну, прибыль, да, планируется, что, ну, хостел окупается примерно 8 месяцев, год-полтора. У меня послышалось даже купается. Они окупаются, смотрите, в золоте купается, окупаемость один год. Два миллиона, это много для большой гостиницы? Да, и окупаемость один год, но это же... И что такое, за сколько окупается гостиница, и сколько нужно? Нет, это другой разговор абсолютно, потому что большая гостиница, это, ну, наверное, 8-10 лет для мегаполиса в среднем. И два миллиона, ну, тут как бы даже не долларов. Большая гостиница. Нет, а на два миллиона рублей что можно сделать в большой гостинице? Ой, да что угодно. Ну, номера оборудовать дополнительно, не знаю, персонал нанять какой-то специфический. На что хватит? Вот, ну, я просто пытаюсь понять, вот там целую маленькую открыть? Ну, мебелировать дополнительным, я не знаю, там, каким-то набором мебели все номера, 140, 140 вах у нас. Все, этого и все. А я пытаюсь понять, почему при такой окупаемости, таком небольшом входе на рынок, да, при такой небольшой сумме входа, этим не занимаются массовые люди, ну, и тем более с деньгами. Вот почему большая гостиница не может открыть в Екатеринбурге тысячу хостелов, через год вернуть себе... Вы знаете, специфика бизнеса, она очень разная. Если большая гостиница, здесь нужно понимать, нельзя просто открыть и поедут, что гостиница, что хостел. Нужно понимать, как управлять бизнесом в высокий сезон, в низкий сезон. Если мы вдруг откроем сейчас, мы свои знания из большой гостиницы будем применять туда, это неправильно. А что, в чем проблема? Нельзя нам поток поставить? Ну, то есть, очень индивидуальный продукт, надо работать с людьми? Там все по-другому, там реклама другая, там способы продаж другие. Но люди-то те же? Нет, нет, абсолютно не те люди, потому что в обычной гостинице это в основном, ну, вот у нас бизнесмены. Вадим, вы бизнесмен. Вы сюда, простите, с водителем приехали. На самом деле, наш собеседник совершенно прав, то есть, вот с этого и надо начинать. То есть, категория людей, которые приезжают, категория людей, которые живут в хостеле, и категория людей, которые приезжают по бизнесу. И, честно говорю, если бы я был, допустим, бизнесмен, я, конечно, остановился бы и в отеле. Если я тот человек, который рассматривает просто Екатеринбург как очередным каким-то экскурсионным объектом при путешествии, естественно, даже будучи бизнесменом и состоятельным человеком, я бы выбрал хостел. А это что, это жадность или экономия? Прецедент. То есть, я встречал не одну пару путешествующих по миру, которые достаточно состоятельные люди. То есть, они при этом сдают где-то свою недвижимость уже, допустим, квартиру в том же, допустим, Лондоне, Копенгагене. И за эти деньги, и частично за какие-то еще дополнительные, они путешествуют по миру. Про свой опыт расскажите. Вы в Латинскую Америку поехали. Человек небедный, остановились в хостеле, в не самой, наверное, безопасной стране в мире. Можно картинки посмотреть, режиссера попросить. Почему не в гостинице? Собственно говоря, ситуация та же самая, потому что, ну, несколько другого характера. Потому что изначально, улетая в Южную Америку, то есть мы, естественно, основные затраты, какие наши идут, затраты на авиаперелет. То есть это уже, извините, 50 тысяч минус. Естественно, если ты едешь в Южную Америку, ты хочешь посетить не одну страну, а несколько, как, собственно говоря, мы и сделали. Потому что когда еще в кои-то веке туда, условно говоря, полетишь. Естественно, это вот Патагония, Чили, Перу. То есть, соответственно, уже при, допустим, путешествии, которое планируется, срок путешествия месяц, естественно, ты начинаешь считать деньги. Соответственно, первая статья, которая, безусловно, это экономия. То есть, если, допустим, средний отель Сантьяго стоит где-то порядка 50-60 долларов человека, то те же апартаменты и тот же хостел Сантьяго от 5 до 10 долларов. Даша, у вас сколько будет стоить ночь? От 500 рублей. От 500 рублей есть гостиница в Екатеринбурге, где можно койко-место снять за 500 рублей? Или у вас за 500 рублей что можно? Нет, ну за 500 рублей у нас ничего, потому что даже почасовой у нас нет. У нас в любом случае это только сутки, поскольку затраты на номер даже при почасовом уже большие, при том, что человек зашел, уже затраты на номер пошли. Поэтому почасовой нету и за 500 рублей, ну, наверное, у нас это квартиры, которые называются хостелами. Везде на сайтах-агрегаторах эти квартиры выставлены как хостелы, но как такового, по-моему, у нас нет нормального хостела в Екатеринбурге, чтобы он был такой вот по-настоящему, как привыкли иностранцы, назовем это так. Даша, а что значит настоящий хостел и почему вы, когда свой проект делали, отказали себе сразу возможности квартиры оборудовать? Ну, я хотела привести примером строчку из Полосковой о том, что я много езжу и наедаюсь молчанием досыта. Ну, в хостеле можно пообщаться с новыми людьми, ты всегда можешь кого-то интересного встретить. И наш хостел рассчитан именно на творческих людей, рассчитан на то, что они будут общаться. Про квартиру скажите. Ну, то есть, в чем разница между квартирой и квартирой? Разница на то, что они будут общаться и создавать вместе какое-то искусство. Вот это к чему. Квартира, во-первых, ну, один душ, один туалет, одна маленькая кухонька, две комнаты, на которой, ну, три комнаты, ну, четыре комнаты. Какой полет для творчества? Никакого полета. Вот смотри, нет, на самом деле... Огромный страшный темный подъезд, в котором бабка живет та же самая, которая квартира живет на первом этаже, а на втором кошками пахнет, а на четвертом сосед алкоголик. Ну, а можно ли, я не знаю, немцы... Подождите, у меня такое ощущение, что когда говорят про европейские и американские хостелы, это несколько иначе выглядит. Это выглядит как общежитие, да? То есть, допустим, какой-нибудь Хрущевка, вот, 79-я, Большукова, 79-я, там, родной Ургу, и вот коридор, да, там, коридорная система. Ну, разные системы, но тем не менее... Вот мы собирали здесь впечатление, вот нам Никита Сучков, например, написал, максимум, который я встречал, 24-местный номер с трехуровневыми кроватями. Это совершенно нормально для хостела. Это в Лондоне. Это нормально для хостела, абсолютно. Или вот Надежда Абакумова нам написала про Францию, про Орлеан, жила в студенческом городке в подтрибунной зоне на стадионе. То есть, это студенческий стадион, и засыпала, потому что матч очередной у студенческих команд был, засыпала, пишет, под крики болельщиков в его узел, уснула с улыбкой, там, с удовольствием повторю. Ну, а у нас-то что происходит? У нас вот люди пишут, и я напомню, да, что можно писать, и спасибо, что уже подключаетесь к разговору. Можно в обычной трешке хостел сделать? Это вообще законно, или надо оформлять перевод жилого в нежилое? У нас-то как это выглядит? Обычная квартира? Ну, да, сейчас квартиры, вот там дальше, я думаю, будет разговор с Редстар. Они были первыми, хотя мы очень хотели быть первыми, первыми неквартирным хостелом. Все остальные хостелы, которые у нас есть, порядка семи в городе, они все на квартирах, то есть ты куда-то едешь в отдельный район. В Европе это называется апартаменты снять? Апартаменты снять, но апартаменты это на двоих квартирах. То есть, ну, я снимала апартаменты, я жила и в хостелах, как под трибуны, я засыпала под тыц-тыц, потому что за дверью у меня был какой-то клуб, тут была у меня постель прямо около стены, я жила до пяти утра, чтобы уснуть. Так вам же хочется общаться? Мне хочется общаться, да. Я думаю, что это некомфортно, и я тоже скажу, я не люблю людей, зачем я поехал отдохнуть в отпуск. Тогда вам нужен либо номер на одного, либо ехать в гостиницу, либо ставить палатку на улице, спать в палатке в одиночестве. Вариантов, ну, смотря где. И где вы в квартире сделали? Ну, то есть, если не в квартире, то где? У нас очень странное здание. У нее такая история. Это место покупалось застройщиками под дом под жилой. Когда они начали строить, они сказали, нет, не будем делать жилой дом, построим офисное здание. В результате они построили офисное здание в виде жилого дома, в котором люди и живут, и занимаются своей работой. То есть у нас и офисы, и квартиры. То есть, жилое это здание, нежилое это здание. Ну, как зарегистрировано, оно как нежилое, выглядит как жилое, используется как жилое, как нежилое. Поэтому мы, в общем-то, со своим хостелом и жилым, и нежилым, грубо говоря, прямо вбали в точку туда. Вот к вопросу зрителя. Это законно в нежилом здании селить людей? Гостиница, насколько я понимаю, это нежилое должно быть здание. Ну, насколько я изучала этот вопрос, гостиница не считается жилым фондом. По-моему, еще вообще нет особых правил, то у нас. Да, да, да. Но вообще гостиница не считается жилым, поэтому... Ну, да, пока нежилое, потому что... Все законно. Прибираться к вам нельзя. Нельзя. Ну, все-таки, вы на кого рассчитываете? Кто эти люди? Кто к вам должен поселиться? Это обязательно творческие иностранцы, которые приедут из Шотландии с Волынками, как эти парни прекрасные средневековые, которые только что тут местные плясали? Ну, очень хочется, конечно, иностранцев, много интересных, разных творческих. Но мы же не можем отказать местным, екатеринбургским людям, приводить своих друзей из Москвы и Питера. Мы не можем отказать... Так, стоп, а если я захочу переночевать у вас, пустите? Да, приходите. Хорошо, спасибо. У меня сейчас на полу матраска. Спасибо. Дарья, а за что... Какие правила прописаны какие-то? За что можете выселить? Чего нельзя? Что запрещено? Ну, соответственно, как в любом хостеле, наркотические средства нельзя употреблять. Ну, наркотические средства, я стесняюсь сказать, вообще нельзя употреблять. Нигде. В помещении нельзя... Ну, хорошо. Так. В помещении нельзя курить, на этажах нельзя курить, нельзя шуметь после 11. То есть, нет особый ряд правил, которые как бы... Общие? Да, общие для всех. Алкоголь. Алкоголь вообще... Они свернули вам унитаз, они оступились, разбили любимую вазу. Нет, ну, смотрите, есть же реестр того, что если вы что-то сломали, это другое. То есть, нельзя ломать унитаз, ну, понятно. А если ты сломал... То есть, вы заключаете какой-то договор, в котором прописан форс-мажор, если что-то случилось... Ну, это правила пребывания, конечно, да. Ну, мы, собственно говоря, уже говорили об общих правилах. Нет, нет, нет. То есть, гостиничных в том числе. Это даже баррель. Одно дело гостиница, там все понятно, там... Здесь то же самое, здесь человек при заезде ставит подпись, тем самым он соглашается со всеми правилами сразу. И потом к нему можно санкцию уже применить. Это как в хостеле, так и в... Ну, а как применить санкцию? У вас, допустим, есть охрана в большой гостинице? У нас уже двое разговоры. Просто вызвать участкового, ну... Не хочу объединить ни одного... Ну, это уже детали. На самом деле, общие принятые правила. Давайте детали к общему. Андрей, мы вот звали еще представителей мэрии, они, видимо, не смогли прийти. Примерно могу пересказать позицию городской администрации по поводу номерного фонда в Екатеринбурге. У нас достаточно многозвездочных гостиниц, считают они. Нам не хватает двушек, трешек, тем более приедут фанаты и так далее, и так далее. Администрация говорит, мы с инвесторами разговариваем и советуем им строить небольшой звездности гостиницы. А чего в отельном бизнесе работают какие-то дурковатые люди, они не понимают, что вот в этом сегменте есть спрос. Почему нет недорогих номеров, которые тем же хостелом могли бы составить конкуренцию в чем-то? Потому что, например, почему в Питере много хостелов, а у нас нет? Потому что там коммуналок много. Да не в этом дело. Туда туристы едут. В Екатеринбург в основном 90% это бизнес-туристы. И это бизнес-туристы, не они не бизнесмены, они по жизни бизнес-туристы. Это разделить вот эти две категории, хостел и отель. В хостел люди едут, которым... Это обычная молодежь. Он может быть и бизнесменом, но он так привык, ему так удобно. А в отель люди едут, за которых все должны делать, у них эти проблемы не должны стоять абсолютно. Они приехали, за них все сделали, скажем так. И все равно прибыли такой пока что хостелы. Товарищи, которые могут построить хостел, они не видят. Но все равно люди поехали, у нас начались мероприятия. Сейчас это будет постепенно. Андрей, я правильно предполагаю, когда говорю, что да, у нас будет чемпионат мира по футболу, к нам приедут 3 или 4 матча, приедет какое-то количество болельщиков, но не успеют отельеры заработать. Просто потому что не успеют. Вот то, что вы говорите. Я вам скажу, на самом деле, дело-то не в том, что не успеют. Они, может быть, даже и не смогут, потому что в Сочи потолок поставили, все, отельеры сейчас думают, как это сделать. Что вы имеете в виду, простите? Потолок по цене номера. В Сочи там максимум в пятерке, по-моему, 25, что ли, за самый дорогой люкс. Вот, чтобы не было такого, как в Питере на экономическом форуме. Они задрали в 4-5 раз цены. Вы сказали, нет прибыли. Почему нет прибыли в хостелах? Ну вот вам же говорят, через год уже вернутся средства, через год уже на свой карман работаешь. Но когда их много сейчас настроят, если все инвесторы вернутся строить, прибыли не будет, потому что все равно люди... Здесь нужно настоящий хостел строить, именно строить, чтобы уехали иностранцы, которые привыкли жить в хостелах. Я правильно понимаю, что трагическая какая-то картина сейчас рисуется? Есть очень дорогие гостиницы, деловые туристы туда приезжают, и хостелы. Ну, то есть человек очень средних достатков, вроде меня, не может позволить себе в Екатеринбурге жить как турист. Да, потому что у нас есть трехзвездочные отели, но они по сервису-то 3-2 звезды, а по ценам-то 4-5 порой. И в чем проблема? Почему не строить недорогие отели для тех, кто не хочет жить в хостеле, не хочет на съемной квартире и не может в дорогом отеле? Ну, это еще пока не дошло. Это пока что. Я думаю, что люди все равно начинают строить. Это будет строиться. Смотрят на другие города, это пока. Хорошо. Ну, я не знаю, администрация вам каким-то образом препятствует строить? Двушки, трешки? Да, наверное, нет. Ну, и не способствует. А во сколько, если построить с нуля вот ту самую общагу? Давайте так слово хостел переведем, раз уж я начал. Вот ту самую общагу, это сколько? Как нормальный жилой дом пятиэтажный обойдется? Да нет, поменьше. Там же просто все. На самом деле их смысла-то строить нету. Вы же только сказали, надо строить. Надо строить, я имею в виду, организовывать. Надо где-то на первых этажах зданий, как в Питере все это делается. Полностью там снесли, сделали вот эти вот. Но не на седьмых этажах где-нибудь у нас там на юго-западе. Туда человек в принципе добраться не может физически с аэропорта. Вот такие надо строить. Не обязательно строить. Зачем инвестировать в здания, что с ним потом делать-то куда? Ну вот, потому что хостел это по большому счету не заработок. Заработок это сеть хостелов. И хостел это хобби, это такой свой маленький бизнес. Хостел это хобби. Хорошо, у нас сейчас на связи есть представитель тоже очень странного бизнеса, который предлагает небольшие по размеру номера. Владелец гостиницы слипбоксов, таких небольших, ну я не знаю, гробиков что ли, в которых можно спать. Капсул. Да, Леонид Черников. Леонид, добрый вечер. Да, отеля Капсул. Отель находится на белорусском вокзале в городе Москве. Леонид, а что, туристы-то у вас спят или только те, кто не успел уехать в Подмосковье из-за пробок? И кому надо с утра опять на работу? Ну, спят очень многие. В основном, знаете, как в Москву, если человек приезжает и понимает, что он ищет только место для ночлега, это идеальный вариант. Но также останавливаются люди, которые и по неделю находятся в Москве и не хотят переплачивать слишком большие деньги за гостиницы «Пять звезд», которые также, как и в Екатеринбурге, присутствуют в большинстве. И там стоимость номера скачет от где-то 7 тысяч и заканчивает 55-ю, если мы попадаем на период выставок каких-то мероприятий. Поэтому у нас... Нет при себе никакого макетика. Можете нам показать, как это выглядит? Ой, к сожалению, я сейчас сам нахожусь в одноместном слейбоксе. А, ну, поверните камеру, мы как раз и посмотрим. Отлично. И продолжайте говорить. Это такая небольшая комната. Здесь, ну, что есть, например, вешелка для одежды, телевизор, естественно, дверь. Здесь все по минимуму. Это как бы... Именно одноместный слейбокс. Но выходили мы на рынок с двухместным, который сродни, в общем-то, хостелу, но вы при этом получаете достаточный уровень... ...комфорт для сна, потому что у нас постельные белья очень высокого качества, матрасы хорошие. И мы постарались многое взять от хороших гостиниц. Ну, от трешек, от пятерок. Но при этом вы в небольших достаточно габаритах находитесь. Если брать там слейбокс, это порядка трех с половиной квадратных метров. Ну, и вот двухместный, он как раз приятен по цене. То есть там как половинка купе в поезде, просто без дополнительных двухполок. И вы, собственно, там и отдыхаете, и спите. И приходится на человеку всего лишь 1300 рублей. Леонид, а что там с удобствами наши зрители интересуются? Помыться, в туалет сходить? Где это? Какой-то общий коридор? Да, это все находится в коридоре. Мы специально рассчитывали, что на пять слейбоксов приходится один санузел с душем и раковинами. Соответственно, вы заходите в свою маленькую такую кабинку, где делаете все дела, приводите себя в порядок, размеры полтора на полтора. И при нашем номерном фонде, а это 61 номер, то есть есть у нас и обычные номера, и слейбоксы, очередей не бывает. Ну, в номерах, естественно, там свои санузлы. Я именно говорю про слейбоксы, и у нас их вот чисто таких капсул 51 штука. И на 51 штуку приходится всего лишь 16 санузлов. Конечно, это значительно лучше, чем в хостеле, потому что хостел может похвастаться максимум двумя-тремя санузлами. Леонид, спасибо. Последний вопрос. Нас всех, конечно, сейчас волнует судьба системного администратора Центрального разведывательного управления США, который в Шереметьево обитает последние несколько дней, или даже недель. Он вот в таком же номере проживает, или у него еще что-то поменьше? Если говорить о Шереметьево, то это совершенно другой формат. Там обычные номера, они просто очень маленькие. Там от гостиницы вообще только название. Если брать нас, то у нас есть готовое уже помещение, вернее, его отремонтировали, и собрали фактически эти капсулы. Это отдельные комнаты, которые можно разобрать и перевести на другое место. В этом большой плюс такого бизнеса. Если вдруг он не пошел, можно зафиксировать свои убытки и перевести ее в другое место, которое, может быть, инвесторам покажется более интересным. Понятно. Спасибо большое, Леонид. Спасибо, Леонид. По поводу того, что есть в Шереметьево и по тому подобных историях, вот есть комментарии, мы собирали заранее, да, есть комментарии от человека, который, правда, оговорился, что весит 140 килограммов. Повторить этот опыт вряд ли решусь, поскольку площадь номера, включая санузел, превышала площадь кровати примерно на один квадратный метр. Так что при справлении нужды колени нависали из туалета над кроватью. Конец цитаты. Вот тем, кому интересно, в каких условиях может, предположительно, находиться тот самый человек иностранный. Мы, на самом деле, можем посмотреть ведь опрос. Да, мы задали вопрос людям, что они будут делать, если у них по соседству появится хостел, как они будут с ним бороться. Ну, вот вы сами говорили, в жилых домах это не дело. Давайте узнаем, чего народ думает, как собирается готовиться к буму хостелов в Екатеринбурге. Здравствуйте, я Настя, и мы, как обычно, собираем мнение горожан. Сегодня решили спросить у екатеринбуржцев, как они относятся к постоянной смене соседей, когда соседская квартира превращается в мини-гостиницу. Отрицательно, потому что, ну, как мы знаем, во-первых, ее используют для различных дел, ну, назовем их так, да, характера такого, там, на одну ночь, на один вечер, соответственно, вечеринки какие-то бесконечно шумные. Ну, если нормальные люди нормально относятся, почему бы и нет, если тихо, спокойно. Бардак в подъезде, шумно. Ну, вообще, как бы я не приветствую. Ой, не очень хорошо, потому что будет, наверное, все равно шумно. Ну, все равно народ, тут уже, знаешь, на лестнице, кто у тебя проживает. А тут постоянно будут люди меняться, ходить, это тоже, это минус. Ну, если русские, нормально. Ага, так я же не знаю, для чего они там, ну, как они там бордели строят. Зачем мне это? Шумно. Надо отдельные здания приспосабливать под гостиницу, тогда хорошо. А с жильцами не нужно. С жильцами не нужно. У нас новые гости. Ольга Королева, сотрудник Музея истории Екатеринбурга, получила впечатление о хостелах в Хорватии, Барселоне, Латвии, Литве и Эстонии. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Татьяна Стельмах, владелица хостела. Добрый вечер. Добрый вечер. И Никита Галкин, тоже, в общем, хостеловладелец. Здравствуйте, Никита. Добрый вечер. У вас, ну, вот в первой части передачи вас немножко поругали, что у вас как раз в жилом помещении находится хостел, то есть он совсем... Да, уже была критика, ну, понятно. Нехорош. Так, оправдывайте. В жилом здании действительно находится наш хостел, но категория помещения – это не жилое. На первом этаже? Да, на первом этаже. У нас отдельный вход, и есть также отдельный пожарный выход, что необходимо при соблюдении пожарных требований. Мы сейчас дадим вредные советы жильцам, которым не нравится такое соседство. Мы свяжемся с юристом по скайпу. Ну, а пока, расскажите, жильцы не были против? Они не говорили, ходят тут, ходят с рюкзаками. У нас отдельный вход. Соответственно, мы никак, у нас аудитория не общается, скажем так. Но стенки-то у нас тонкие в наших российских домах. Нам повезло так, что справа и слева у нас арки в доме, и, соответственно, у нас соседи только сверху. Хорошо же, открытые окна, на втором этаже ветеран, слышит немецкую речь, сердцу плохо, не нравится человеку. Не был недовольным? Прецедентов не было, да. Да, ну, у нас, как правило, люди довольно, скажем так, не радикально стройные, и поэтому никаких еще прецедентов не было. Две недели назад мы открылись, соответственно, еще, скажем так, собираем статистику и опыт. Татьяна, вы жаловались? Были случаи? Нет, вы знаете, наоборот, у нас все хорошо, и управляющая, и ТСЖ. Сейчас продолжим про ТСЖ и управляющую. У нас есть на связи... Я правильно понимаю, что это Сергей Межин? Да. Да, Сергей Межин, это юрист Сергей. Здравствуйте, добрый вечер. Сергей, вы слышите нас? Здравствуйте. Добрый день. Добрый вечер. Добрый день. Здравствуйте. Есть, правда, маленький нюанс, это не Сергей Межин. Мне пришлось его посленить сейчас. Спасибо. Представьтесь в таком случае. Меня зовут Максим Шостопалов, я адвокат. Максим Шостопалов, я адвокат, юрист. Отлично. Максим, посоветуйте нам, пожалуйста. Вот появился у нас сосед, который водит к себе всяких иностранцев, финнов, немцев, англичан. Живут они там в одной комнате на трехъярусной кровати. Мне это не нравится. Как я их могу выжить? Какие у меня есть для этого рычаги давления? А живут они в соседней квартире? В соседней квартире, да, на одной лестничной клетке, периодически меняются. Правда, не пьют, не курят. Ну, трудно придраться к чему-то. Помогите мне. Вы знаете, я, по-моему, даже радовался таким соседям, потому что, когда сдающий квартиру, постараюсь, чтобы на лестничной площадке почищен было. А выжить? Вот сходу даже в способ не могу придумать, как это сделать. Кому и на что жаловаться? Сказать, что шумят, если шумят, конечно. Вызвать участкового. Какие бумажки собирать? Сказать, что грязно от них. Вызвать участкового. Обратиться в СЭС, если шумят. Потребнадзор, да, сейчас называется. Что замерили уровень шума? Обратиться туда с заявлением, что шумят. Приедут, замерят уровень. Да. Если слишком высокий, там могут принять меры. Если нет шума, то не примут. Опять же, помню, что в соответствии с жилищным кодексом жилье должно быть использовано по назначению. То есть в нем должны проживать граждане. А если гражданин из этого извлекает прибыль, то это использование жилья уже не по назначению. Вопрос, как вы докажете в суде, что жилье используется не по назначению, это вам вредит, то есть это не ваши права на руку. Это другой вопрос. Это доказать трудно. Вот у нас в студии Татьяна Стельмах, владелица хостела. У меня, собственно, нет помещения и зарегистрировано как ИП, сдача в аренду или в найм собственного жилого имущества. Я плачу налоги, поэтому как ко мне можно придраться? Ну, только если они действительно будут шуметь и швыряться бутылками и зоком. Да, ну мы следим за этим как раз. Ну, то есть придраться можно только в том случае, если не платят налогов. Спасибо вам большое. Спасибо за консультацию. Да, к сожалению, вредным жильцам тяжело. На вас никто не жаловался? Никто. А как вы договаривались с управляющей компанией или с ТСЖ, с соседями? Я начала договариваться снизу, с охранниками сначала, что будут приходить люди, которые не понимают русского языка. Это есть консьерж, да? Да. Так, понятно. У нас двор охраняем, это все серьезно. Сначала с охранниками они сказали, хорошо, мы будем приглашать, все будет хорошо. Потом я позвонила управляющей, где-то через месяц, когда мы уже поняли, что все у нас идет по накатанной, и предупредила о том, что я использую свое жилое помещение с такими целями и все. Теперь, когда у нас возникают какие-то вопросы, иногда нам звонят, вы делайте ремонт. Я говорю, нет, мы уже давно живем. Все, больше никаких вопросов не было. Ну, знаете, иногда бывает, что люди узнают, что сосед деньги зарабатывает и хотят поживиться. Не было вот такого шантажа некоторого? Я вам музыку включать буду ночью. Ну-ка, делись. У нас немножко другая ситуация. Нам не мешают, а вот садику, который находится на первом этаже, завидуют, да. Их достают серьезно очень. То есть там ли не садик еще есть? Там настоящий садик, то есть как бы отдельное помещение, все сделано по закону, но дом с ними ругается. Как ругается, что требует, и не боитесь ли вы, что с вас тоже будут деньги тянуть таким образом? Я не хожу на собрание, потому что я не очень люблю такие сборища. Это тоже вариант, конечно, просто не ходить на собрание. Я знаю, что там все-таки юридически все правильно сделано, и дети шумят днем, днем шуметь можно. А если к вам кто-то приходит, вы говорите, не понимаю. Да, примерно. Сами мы не местные. Ольга, почему хостел? Тоже экономия? Вот нам тут Вадим в первой части рассказывал. Вадим прибеднялся, чего уж там. И пытался нас убедить, да. Да, конечно. В первую очередь это вопрос цены. То есть гостиницы, как ни крути, довольно дорогое удовольствие. И гостиницами удобно пользоваться, если вы едете куда-то, если у вас пляжный отдых, да, вы едете на курорт, вам нужно, чтобы вот все включено, вы утром там проснулись, пошли на пляж, пришли, позавтракали. Ну вот какие-то такие радости жизни есть тут же, бассейн и так далее. Если вы едете так, чтобы погулять по городу, попутешествовать по самой стране, и вас интересует вот место, где там оставить вещи, помыться, переночевать, то, ну, самое логичное выбирать, наверное, в этом случае хостел. Тем более, да, это прекрасная возможность найти новых друзей, потому что гостиница, это всегда гостиничный номер, он изолированный, то есть вы живете там сами по себе, никого не трогаете, вас никто не трогает, то в хостеле, как правило, вы так или иначе пересекаетесь с другими же садами. Это же ужасно, они же лезут. Да нет, нет, это... Ну, или вы лезете, наоборот, это же жуть какая-то. Вы так считаете? Ну, просто вот я предполагаю... Зато можно пообщаться. Можно пообщаться, но на самом деле нет. Поучить языки. Поучить языки – это самый, наверное, большой плюс. Лезут, не лезут, но все равно это возможность узнать там, не знаю, вот сходили они в музей, и я тоже планирую, я могу у них спросить, как там, дорого, недорого, интересно, неинтересно. Неофициальный YouTube-центр. К нам в эфир рвется по скайпу, правда, без видео, представитель хостела «Британия», как следует из названия, хостел находится в России. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Фидан, я старший администратор хостела «Британия». Очень приятно. Расскажите нам о своем опыте. Много денег вложили, удается что-то зарабатывать? Ну, естественно, где есть, точнее, где вкладывается, там мы получаем этот выбор. Ну, как вам сказать, мы очень молодой хостел, мы с него работаем 9 месяцев, но результаты мы показываем уже очень хорошие. Поэтому, что хотелось бы сказать, хостел, да, я согласен с предыдущим собеседником, что это очень удобно, очень, на данный момент это круто, на самом деле. К нам танцы также, мы все рады видеть их. Также в Новый Знакомый, это очень интересно, на самом деле, у нас как бы в общей зоне, где находится наш хостел, пересекаются разные люди, с ними очень интересно пообщаться, поделиться опытом, они нам много чего рассказывают о своих хостелах, которые в их городах находятся. Вот сразу же наши зрители интересуются, Полинарий Иванов пишет, хороший результат, это сколько процентов затрат в обороте денег? А, ну, данный вопрос я не могу вам раскрыть, конечно же, коммерческая тайна. Подождите, вложили 100 рублей, получили прибыли, через сколько окупилось? 9 месяцев уже работаете, близок, близка оперативная окупаемость, ноль. Ноль близок хотя бы, или уже начали зарабатывать? Уже зарабатываем. Уже зарабатываем. Отлично, вы молодцы. А вам не страшно, что вот откроется еще хостел, они уже открываются? Кто-то открылся, кто-то вот-вот, да, что не так бойко будете зарабатывать? Ну, как вам сказать? Нет, нам не страшно. Хорошо, интернет в хостеле, поэтому с перебоями. Кто-то с Польшей, видимо, разговаривает еще по скайпу. Она, да, есть. Конкуренция, она всегда есть, но такой прямо, чтобы она не была такой. Поэтому мы работаем все вместе, сотрудничаем, все-таки мы хостел. Вы молодцы. Спасибо вам большое и удачи вашим гостям. Вы не боитесь конкуренции? Ну, вот вы уже работаете на рынке, тут еще Дарья приходила, открывает. Я считаю, что у нас нет конкуренции. Мы все общаемся, все дружим, друг к другу гостей отправляем, потому что если у меня полностью забит, я звоню ребятам, говорю, примите, пожалуйста, гостей. А заполняемость обычно полная? Волнами, я бы так сказала. Кто и с чем связаны волны? Я пока не знаю. Еще пять месяцев. С чем связаны? С теми работой, я могу сказать, что связаны они с разными событиями. Вот матч, к примеру, будет с Спартаком. У нас сегодня приезжали болельщики. На ЦСКА приезжали? На ЦСКА, к сожалению, нет. Это русские волны. А иностранцы? Иностранцы, да, тут никак, к сожалению, не предсказать. Но вот по-русски могу сказать, что вот семинар, к примеру, у Амвэя скоро будет. У нас в 100 метрах Амвэй. И весь хостел у нас будет занят в неделю. Там сколько вы приезжаете? Мы такое тоже переживали уже. Потом приезжают тоже на конференцию ребята из, откуда, по-моему, из Мегеона или севера откуда-то. 100 человек. Вот мы не знали даже, где нам разместить остальных 50. Даже не 50, а 70. Потому что 20 человек уже, соответственно, там уже записали на те даты. 30 человек могли только разместить. Вот, поэтому я скажу... А у вас-то сколько это стоит? У нас цена за место 350 рублей. А что за эти деньги? Вот человек из Мегеона приехал. Человеку предоставляется койко-место. Человеку предоставляется доступ в общие санузлы, в общую кухню, в зону для работы, где он может спокойно поработать или почитать книгу. Он может посмотреть телевизор, он может полежать на диване. Какие это квадратных метров? Вот на одного человека? На одного, с учетом общих зон, ну, квадратов, наверное, 90. Когда рассчитываете получить деньги? Получить деньги? Да. По плану мы хотели... Даже не по плану, а по желанию мы хотели уже деньги получить сейчас и прибыли зарабатывать. Но я думаю, где-то мы выйдем на самоокупаемость через месяц. Два. Да, в принципе, это не так. Почему не верится? А у вас сколько и что? И почему еще такой большой разброс? У кого-то год, кто-то вот через 9 месяцев уже начал зарабатывать. Ну, это зависит от качества помещения, которые нашли. Мне вот пришлось сделать ремонт в черновой отделке. И я сделал очень красивый, я так считаю. Во всяком случае, когда ко мне гости приходят, первое, что они говорят – вау, у вас круто, у вас красиво. И мне очень приятно это слышать. Я считаю, что они зря вложили деньги. Через три недели от начала наших действий военных немножко, мы вышли на точку безубыточности. А дальше уже все. Что за... Сколько и что за эти деньги? За 600 рублей в шестиместной комнате, либо за 1700 двухместной. Получается тоже доступ к санузлам, в ванной комнате, вай-фай обязательно, кухня, вкусняшки, потому что мы не зря называемся «Ом-ном-ном». Бывают у нас экскурсии по «Редлайну», которую вы все знаете, конечно. Потом, что еще, заказ билетов, помощь в организации трансфера, особенно валения ручей. Ну, в общем, любые капризы за ваши деньги. Ольга, что вы увидели в Прибалтике, мы вот еще называли здесь Испанию, Хорватию? Вообще, в принципе, мы когда выбираем место, где нам поселиться в том или ином городе, то или иной страны, то есть первое, на что мы обращаем внимание, расположение, от этого пляж, от стоимость, затем обязательно, чтобы был вай-фай, потому что доступ к интернету – это практически самое важное. И дальше мы уже смотрим вообще на… То есть мы доверяем, в принципе, фотографиям, которые размещают владельцы, смотрим на то, как оно все выглядит, и обязательно смотрим на отзывы. Это очень важно, тем более, что такие системы, как тот же самый Booking, он, в общем, эту систему отзывов предоставляет. — Согласен, немножко подвиньте себе микрофон, поверните в свою сторону и скажите, вот вам какие-то еще дополнительные услуги, путешествия по каким-нибудь аналогам нашей красной линии, помощь в трансфере – это все важно, когда вы выбираете себе хостел? — Помощь в трансфере, экскурсии и так далее мне не столь важны, потому что все равно, как правило, мы стараемся самостоятельно выбрать свой маршрут. Но что очень важно, что мы оценили в хостелах во всех странах, в которых побывали, и чего нет в России, тем более нет в Екатеринбурге, это элементарные вот такой вот отрывной бесплатной карты города или хотя бы центральной части города, где вот нарисовано, что вот здесь статищи с Гениным стоят, здесь администрация города. То есть вот это практически первый вопрос, который мы задаем администратору карта НАТИ. Причем администратор, если он классный, они, как правило, классные, он нам тут же ручкой рисует, что вот здесь мы, вот здесь главный памятник, вот здесь дешево поесть. И это, наверное, одна из самых важных вещей. Что плохо? Что не нравится категорически? Или не понравилось где-то, где-либо? Только не рассказайте, что все было хорошо, не поверили за что. Нет, нет, ни в коем случае. Нет, я не могу сказать, что есть какие-то вещи, что вот прям все плохо. Нет, наверное, такого не было. Хотя был один хостел, он, правда, в России, он в Петербурге, он был ужасен. Чем? Он был ужасен своими постояльцами. Во-первых, это дальняя точка мира, чтобы не выражаться, скажу. Это метро, обводный канал. То есть одна из новых линий, довольно далеко от метро, там минут 15-20 пешком, а мы ездили зимой. То есть это было отдельное здание, в нем было два этажа. Минус был очень большой, двухэтажные кровати с панцирной сеткой, которая осталась у меня на теле, мне кажется, до сих пор. Потому что матрас при панцирной сетке вот такой толщины. И ужасно было то, что в этот хостел заехала группа детей несовершеннолетних откуда-то там, из Белгорода. И эти дети, а это не просто дети, это подростки. Подростки – это, наверное, самая ужасная категория людей. И они просто вели себя совершенно ужасно. И администрация хостела ничего не могла с ними сделать. Дешево было зато? Зато было дешево, я не поспорю. И сколько? Я боюсь соврать, но там чего-то около 700 рублей. Почему выбрали именно его? Ведь в Петербурге выбор хостелов… Нет, я объясню совершенно объективная причина. Мы приехали туда 1 января. В Петербурге, вы знаете, с мая по октябрь сезон и зимние каникулы сезон. Анриэл – найти что-то другое, более достойное. Но что касается заграничных хостелов, есть тоже некоторые минусы. Опять же, тонкие стены вы тут упоминали, правда, применительно к квартирам. Там, например, в Риге у нас был совершенно замечательный хостел. Он был очень классный. Там даже был очень вкусный завтрак. Но за стенкой у меня были 4 штуки японских пенсионеров, которые, несмотря на то, что они пенсионеры, вели себя очень шумно, с каким-то ужасным грохотом не спрыгивали со своих двухэтажных кроватей. В общем, спать не давали всю ночь. И был опыт практически голливудского хоррора, хостел. То есть ночь, когда мы реально практически не спали, потому что было очень страшно. А что страшно? Это было в Хорватии. Там есть замечательный город Сплит. И мы выбрали хостел. Вот по расположению он был лучше всех на свете. То есть в этом городе есть местный променад, где, в общем-то, сосредоточена вся жизнь города, в том числе туристическая. И дом, в котором располагался хостел, он, собственно, вот с него начиналась эта улица променадная. Сам хостел представлял собой квартиру, по-моему, четырехкомнатную, с высоченными потолками. Но очевидно, что квартира еще совсем недавно была, вот просто жилой в ней жила, там некая семья. Хозяин гостиницы... Бинго. Хозяин гостиницы... Может, она там и умерла, кстати? Я вот, скорее всего, так оно и есть. Потому что хозяин гостиницы, мы его крестили пленным немцем, потому что он был похож реально на пленного немецкого инженера, какого-то затюканного. И проблема в том, что он не говорил по-английски, а я не разумею по-немецки, несмотря на то, что мы были в Хорватии. То есть он, в принципе, понимал мои английские вопросы, но ответить не мог. И все время спал. И вот в первую ночь, когда мы приехали, а фишка-то в чем? То есть это квартира, то есть там, значит, кафельный пол, высокие потолки, и двери в комнаты, они с такими стеклянными затонированными вставками. И так получилось, что в тот день, когда мы приехали, мы были единственные жильцы. Значит, хозяин куда-то удалился среди ночи. Из ротонушки. Да, там что-то скрипело. То есть вот, значит, наша комната, вот эти вот сияющие два стекла в двери, там, значит, в коридоре горит свет, тишина полнейшая в квартире и какие-то скрипы. Призрак бабушки. Призрак бабушки. И дикий запах ресторана, потому что прямо под нашей комнатой располагался ресторан. Но это еще не самое страшное. Вот еще хоррор. Гораздо хуже, когда запах помойки от ресторана. Никита, вы кому откажете? Вот приедут и вот кому откажете заселяться? Агрессивно настроенному лицу мы откажем. Это я сейчас про тех самых... И вы меня сейчас показывали. Нет, это я сейчас про тех самых Никита болельщиков. Нам вот Питер упоминался. Нам еще зенит предстоит здесь принимать. Зенит. Ну, болельщик, если я не подвыпивший, я думаю, да, вот проблема есть. Наверное, скорее всего, откажем. У нас есть правило, даже прописано в нашем списке правил, у нас он хоть и небольшой, что мы можем отказать на свое усмотрение лицам, которые агрессивно настроены, лицам, которые в состоянии наркотического, алкогольного либо токсического опьянения там какого-нибудь. А вы же не можете проверить? Вот он пришел красивый, пушистый, в такой же розовой рубашке, симпатичный, как я. Туда зашел внутрь, и там... Ну, а как гаишник ловит тех, кто пьяный. Хлобыснул. Да ладно, у вас есть реально в трубку дуть? Нет, ну, нет, конечно, нет. Просто по поведению, по запаху, ну, или просто по... А может, они выиграли, и его прет! Не, ну, если... Без... Без... Как там? Ну, все индивидуально. Все индивидуально. Индивидуально. Думаю, договориться можно, конечно. Если там выпил немножко пива, это небольшая проблема. А если приехала группа лысых ребят с арматурой и немножко под шафе, ну, тут, думаю, нужно будет, наверное, отказать. Татьяна, вы открыли хостел, потому что сами любите путешествовать, а это такой прекрасный способ к себе гостей приводить, говорить на их языке, узнавать истории, нравы, не ездить самой. А чего же вы тогда не живете в хостеле? Ну, вот в китайских хостелах это обычное дело. Семейный бизнес, семья, тут же гости. Ну, я практически живу там сейчас, но из-за того, что, вот, например, через два месяца я собираюсь поехать в Испанию, в Португалию, соответственно, я не могу жить там. Мне приходится сейчас искать людей, которые будут работать там. К сожалению, это очень тяжело. Запросы у молодежи большие, умений мало. Ну, сами знаете, как это бывает. Ну, и по-английски, да, у нас тоже есть проблема. Мало кто говорит хорошо. Что требуется, кроме того, что дать карту быть добродушным, ну, и, наверное, крепким, чтобы разобраться с пьяным болельщиком? Какие еще качества должны быть у работника хостела? Аккуратность. Прежде всего, надежность, потому что просьбы бывают разные, не дай бог кто-нибудь что-нибудь забудет. И честность. Да, честность прежде всего. Ну, и умение считать, я так понимаю, потому что деньги тоже здесь. Ну, это не самое лучшее умение. Еще нужно быть гостеприимным и все-таки любить свою страну. Потому что некоторые ребята спрашивают, почему иностранцы к нам едут? И говорят, у нас же нечего смотреть. Вот не дай бог попадется такой администратор, который скажет, ну, у нас нечего смотреть. Езжайте обратно. Да, езжайте обратно. Не тратьте свои деньги здесь, не приезжайте в наш замечательный город. Нина Маринина, у вас интересуется, вай-фай бесплатно даете и стиральную машину? Да. Ну, в смысле, это входит... Вай-фай бесплатный, по стиральной машине мы порошок продаем за деньги. А так, у нас огромный перечень. То есть я могу купить в магазине? Да. Со своим порошком прийти и у вас не покупать? Теоретически, да. А потом увезти с собой. Да, а придется идти в магазин, брать этот порошок и тащить. Но все равно гуляем. Мы же не на пляж приехали. Вот Ольга наверняка видела кучу супермаркетов. Пока шлялась по променаду сплита. Я, кстати, пользовалась услугами стиральной машины в хостеле. И это было замечательно. То есть это был, конечно, уже конец отпуска. Но, тем не менее, я домой приехала, у меня полный чемодан чистых вещей. Мне не нужно все перестирывать неделю. Да, также мы бесплатно предоставляем утюг. У нас, что касается платных всяких мелочевки, то огромный у нас список есть всяких полезностей. Это, которые можно купить у администратора. Это расчески, это бритвины принадлежности. Ну понятно, а сами в хостеле где-нибудь живали в каких-нибудь странах? Или городах? Я в Москве жил в нескольких хостелах. Мне этого хватило. Хватило в каком плане? Чтобы понять... Чтобы лучше сделать в Екатерином. Чтобы понять, да, что нужно предложить нашим гостям. Вот. Я думаю, что у меня понимание это есть. В принципе, потенциал рынка... Патяна, а самый лучший в вашем? Это очень быстро. Самый лучший в вашем случае хостел в какой стране? Петербург. Бэйби Лемонед Хостел. Отлично. И самый последний вопрос. Татьяна, Никита, буквально два слова. Какие-то находки оставляли ваши гости? Оригинальные, смешные, странные? Когда от вас уезжали? Ну, я думаю, что это уже миф, но у нас такое тоже было. Видимо, нижнее белье решили спрятать. Спрятали наволочку. Когда мы начали стирать, обнаружили нижнее белье. Спрятанное. С деньгами. Мы померили, нам не подошло. Да, спасибо вам большое, что пришли к нам. Ощупывайте в хостелах наволочки, находите белье с деньгами. Сколько все-таки там было? 300 рублей, мы вернули их на телефон. Вот, окупили. 300 рублей. На телефон вернули. Вернули на телефон. Спасибо большое, всего самого доброго. Путешествуйте, в том числе по России. Добро пожаловать. Добро пожаловать.